Зеленский последует за Мазепой и Бандерой Анна Шафранна-РТ за 2 сентября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования, а также нуждается в помощи в распространении записываемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Владимир Зеленский долго сопротивлялся самому факту проведения выборов на Украине. Мол, военное положение не до того, но похоже давление оказалось слишком серьезным. И он заявил, что выборы так и быть будут, но с целым рядом дополнительных условий. Если Верховная Рада даст разрешение, Запад даст деньги, причем не только на выборы, но и на наблюдателей, в том числе в окопах. Словом, Вечная Киевская, дайте еще и побольше, а иначе ничего делать не будем. Зеленский заявил, что он сам, разумеется, будет участвовать в выборах. Мол, никогда не оставлю свою страну. Это при том, что если бы он был хоть маломальски ответственным и честным человеком, то подал бы в отставку еще в первые дни своего, потому что к власти Зеленский пришел на обещаниях мира, национального согласия и борьбы с коррупцией. А сделал все ровно наоборот. Русский язык практически запрещен, коррупция процветает, ну и СВО стало возможно только из-за нежелания Зеленского остановить войну в Донбассе. Плюс бонусом гонение на православную церковь. И если, скажем, у Дональда Трампа не получилось выполнить все свои предвыборные обещания из-за явного противодействия Конгресса и глубинного государства, то Зеленский оказался классическим перевертышем. Украинцы ждали президента в стиле сыгранного им в сериале «Слуга народа» честного учителя Голобородька, а получили недоделанного микро-Наполеона из тупой комедии «Ржевский против Наполеона». Зеленский с его богатым актерским опытом оказался идеальным президентом, но не для украинцев, а для политтехнологов Демпартии США. Они нарядили его в мятую защитную футболку и отправились перво в виртуальный, а затем в реальный тур по европейским столицам с целью сбора денег и русофобской пропаганды. Конечно, со временем это вечное «вышли денег, здравствуй, мама». Европейцам надоело, да и сами американцы временами возмущались неблагодарностью попрошайке Зеленского. Но в рамках заданной роли он отработал все, что написали ему сценаристы. Проблема в том, что реальный мир – это не кино и кровь на Украине сейчас льется настоящая, а не бутафорская. Любой ответственный политик давно бы понял, что сопротивление бесполезно и единственное, чего добивается сейчас Киев. Это загоняет ситуацию во все более и более глубокий и безвыходный тупик. Мы все видели Стамбульские соглашения, ничего унизительного для Украины в них не было. И если бы Киев их подписал, сотни тысяч украинских мужчин остались бы живы и здоровы. Впрочем, слишком много «если бы» произошло то, что произошло. Украинцы избрали себе президента-перевертыша, который вместо мира принес войну, а теперь намерен держаться у власти до самого последнего момента, каким бы этот момент ни был. Это, видимо, какая-то такая историческая судьба. Сначала Мазепа, который предал своего благодетеля Петра Великого, встал на сторону Карла XII накануне поражения под Полтавой и закончил жизнь беженцам. Потом Бандера, радостно приветствовавший фашистов, но арестованный ими, созданные его последователями нацистские формирования, убивавшие мирных жителей и наголову разгромленной Красной Армией. А теперь Зеленский, обманувший всех, кто за него проголосовал и фактически добившийся уничтожения Украины в ее постсоветском виде. Начал, конечно, не Зеленский, но заканчивает он. Что ж, какие отцы-основатели, такие и последователи. Ничего другого получиться и не могло, так что Зеленский может говорить что угодно, но судьба его предрешена. И это уже будет не кино, а реальность. Анна Шафран. Зеленский последует за Мазепой и Бандерой.